Гостиница «Россия» Гостиница называлась «Октябрь», но с момента ее строительства она носила название «Россия». Гостиница построена на средства очень состоятельного омского купца, купца второй гильдии Терехова. И он поставил перед архитектором, а архитектор, я скажу отдельно, он поставил главную задачу – сделать здание, это трехэтажное здание, респектабельным. То есть, чтобы оно привлекало внимание не только именитых омичей, но и знаменитых гостей города Омска. Терехов денег не пожалел, а в качестве исполнителя своего замысла он пригласил Элеодора Геннадьевича Хворинова. Вы в творческом багаже этого талантливого архитектора такие омские постройки, которые омичи прекрасно знают, омский театр драмы. Музей, ныне музей истории народного образования, а некогда музей Западно-Сибирского отдела Русского географического общества. Пожарная каланча, выстроенная в 1914 году. И вот гостиница «Россия» – творение Хворинова. Хворинова отличала одна замечательная черта. Он умел встраивать новые здания в прежде существующие постройки и получалось у него просто уникально. Действительно, гостиница «Россия», обратите внимание, у нее три фасада. Это центральный выходящий на Репку Ом. Один на Любинске, как я говорил, а второй на Санниковские проспекты. Конечно, гостиница выстроена в сочетании нескольких стилей. Только из наших столиц, Москвы и Петербурга, в провинцию стал проникать стиль модерн. И форма крыши, форма окон, растекловка – это вот те детали, которые свойственны стилю модерн. Но мы здесь видим и классицизм. Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на колонны. Колонны, украшенные растительными узорами – это так называемые коринфские или древнегреческие колонны. Это первое тысячелетие до нашей эры. Но здесь есть и элементы барокко, стиля, который создает настроение у зрителя, да и просто у прохожих. Это вот те многочисленные барельефы, которые помещены на фасадах этого здания. Гостиница действительно получилась респектабельной. На втором и третьем этажах разместилось 40 номеров. Каждый номер из трех-шести комнат в номерах ванна. Роскошь для Сибири невиданная в номерах ванны. Ковры персидской английской работы, конечно, освещение. Собственная котельная. Труба сейчас уже не видна, но когда-то котельная ее отапливала. Славилась гостиница «Россия», конечно, своими изысканной кухней. Ресторан привлекал внимание не только, конечно, приезжих, заезжих заморских гостей, но и местную элиту. Здесь подавали к столу всевозможные вина, привезенные из разных городов и стран. Но капиталистическая судьба, если так можно выразиться, она такая переменчивая. В 1910-е годы гостиница дважды горела. И вот башни, которые украшают здание гостиницы «Россия», они имели форму четырехгранника. А сейчас они в виде усеченных, после пожаров, они были сделаны в виде усеченной пирамиды. Но хочу обратить ваше внимание на то, что их венчают ажурные чугунные решетки. Это родные решетки, это решетки тех лет. И еще я хотел бы обратить ваше внимание, видно хорошо со стороны Любинского проспекта. Там три атика расположены, это фигуры над карнизами. В двух из этих атиков, это тоже Древняя Греция, кстати, я напомню, в двух атиках стоят даты 1905-1906 год. А вот по центру, по центру, уже в советское время поставили дату, когда произошел Октябрьский переворот или Октябрьская революция, 1917 год. Ну и, конечно, завершая наш разговор, нельзя не упомянуть, что в этой гостинице останавливался король русских символистов, Константин Бальмонт, известный своим стихотворениями «Будем как солнце». Здесь работал Ярослав Гашек, автор похождения бравого солдата Швейка. Здесь останавливался командарм Тухачевский и так далее, и так далее. Продолжение следует...